я завезла дочек в школу и подъехала посмотреть как нынче пляж как нынче море потому что днем еще довольно тепло даже жарко вот в полдень и есть возможность дочек завести искупаться но вот на моем любимом месте видите тут горы этого ну на самом деле это водоросли я уже часто рассказывала про них наносит сюда после шторма и их не убирают и вот как они нанесло их в начале сентября так они до сих пор здесь и есть на самом деле это но как-то не вкусно пахнет все и выглядит не очень поэтому не хочу не хочу здесь купаться не хочу в остальных местах здесь рядом там или галька такая разного размера это не очень приятно больновато заходить или вот такая вот скала поросшая всякими скользкими водорослями это вообще очень опасно если тупость вон вон на тех камнях вот человек два года назад упал и разбился вот насмерть поэтому а я летом несколько раз порезала ногу на подобных камнях на подобных на подобном ходе поэтому и розале порезала и женя и вероника себе ножку поранила короче не хочу я по такому заходить я хочу или песок или вот здесь вот вместо был белый камень гладкий но как раз весят белый гладкий камень где удобно красиво хорошо заходить он весь покрыт вот этой вот кучей поэтому не пойдем мы сейчас купаться наверное эти выходные пойдем у меня куча планов на выходные потом покажу расскажу и скорее всего эти выходные мы пролетим всем привет меня зовут олеся добро пожаловать на мой канал и я итальянская домохозяйка и снимаю очередной влог утро пятницы я завезла дочек в школу садик подошла к морю посмотреть чего тут как сезон уже заканчивается сегодня у нас 27 кажется давайте посмотрим так 27 сентября дам я была права итак сегодня 27 сентября море еще теплое море еще такое зайти можно с утра сейчас она вода холодная но в обед вот так вот к вечеру тоже норм но воздух прогретый ну прогревается воздух днем вот в этот период это с 11 до 3 вот так вот с утра прохладненько купаться вечером тоже не очень комфортно потому что прохладно воздух прохладный но тут ближайшие места где мне нравится ходить купаться мне не нравится как выглядит вход совсем не комфортно мне а и ехать это нужно на какой-то лидо подальше там где песочек конец сентября в принципе это уже ну последняя возможность в этом году искупаться потому что в октябре уже так сяк я первый год когда жила я купалась до 17 сентября до 17 октября потом уже потихоньку начинаешь уже как нас ноешься балованной и уже перебираешь а сегодня то сегодня это сегодня да не что-то там не очень не пойду вот а поначалу да я конечно цеплялась за любую возможность прийти к морю я каждый день тут обходила все убивала пороги потому что я море люблю купаться люблю и в беларуси где жила море у нас не было мы только раз год выезжали в крым там где у нас была квартира кстати ребята до сих пор не продала квартиру поселке мирном в крыму 4 комнатную квартиру продаю на четвертом этаже последние дома самые ближайшие дома к поповке кто знает это место и пляж там обалденный просто пляж обалденный песочный пляжик очень хороший с детьми и вообще там мягкий климат это не южный берег крыма где такой климат больше субтропический а здесь именно такой степной крым в этой части возле евпатории и очень хорошо для вот этих деток там есть санатории лечат да вот заболевания дыхательные вот вот этого аппарата поэтому классно очень место кому интересно пишите все отдохнула я у моря тут минутку подышала сейчас я как любая другая домохозяйка должна скорее хоть магазин сейчас все парковки займут и что-то буду делать все это ехать припарковаться сделать покупки пока мало народу магазине и потом домой у меня утренняя закупка фруктов продуктов беру ананасик себе домой взяла еще вот такие киви зеленые это такие любит мой муж по 390 ты а вот такие желтые взяла для женьки по мне они одинаковые но вот почему-то разжение любит именно такие желтые смотрите какие тут дыньки у нас нынче по рубль 15 у нас еще смотрите вот это я всегда показываю это фрукт и да конечно же всякая трава ведь ее только привезли сейчас вот будут разгружать поэтому выбор маленький но вот что есть покажу фрари фрари или амацу но это похоже на листья реппы типа чемоди рапы я покупаю продукты хотел вам вот что показать вот это местные грибы кардон чели сейчас их сезон собирают в районе альта мурджа это как бы местная особенность типичный местный продукт и их вот скоро будут кстати сагры кардон чели в октябре в ноябре в этом районе будут сагра де кардон чели и баста козе да итальянцы едят цветы разные видите вот эти цветочки это цветочки из цукини вот так мадрид фиори дизуко евро 30 зукины конфиори то есть цукини с цветочками по 129 смотрите еще что можно интересного купить в итальянском супермаркете варенье из фиников вот такое сладкое сладкое слишком даже сладкая мед с разными добавками варенье с разными добавками вот лимон с дзензером имбирем мандарины с куркумой я взяла ну как-то горьковатый привкус что-то не понравилось мне горькие апельсины сицилии и вот это возьму я сейчас фисташковый крем фисташковый крем бить и такой он по 599 я сделала stories сделала только что stories смотрите икра в итальянском супермаркете о воде ломпу красная и такая же вот черная никогда не пробовала кто пробовал пишите что это за такое я не знаю кстати кто такой ломпу надо посмотреть и продукт из исландии то есть это не местное это привезено из исландии и стоимость 240 за 50 грамм девчонки просили говорить почем продукты за килограмм смотрите беру мясо супермаркете до 1290 килограмм 268 грамм у меня получилось на 346 тут 4 кусочка вот мы обычно мясо честно говоря редко я покупаю только по выходным воскресенье готовит свекра на гриле там берут они в марте ли и у мясника вот так обычная редко покупаю как-то муж предпочитает мало есть животного белка но среди недели я делаю один раз какие-нибудь котлеты вот воскресенье мы едим у свекров мясо и я делаю котлеты среди недели вот захотелось мне мяско сейчас делаю на электрическом гриле к обеду я еще покупала это верца такая капуста похоже набил на белокочанную но она такая более зеленая более мягкая еще я взяла пока чем очень вкусная пышная тут два кусочка и еще два кусочка это к вопросу о тому как я все думаю что я буду худеть так и вот мне нужно было взять скаморцу свекровь написала что и нужно скаморца но не сказала какая ведь она бывает такая вот мягкая бывает вот такая вот в твердой оболочке поэтому я взяла и ту и ту одну заберет свекровь и одну заберу я тогда ту которая ей не нужна и вот не так стоимость вот такая 928 за килограмм стоит а вот такая 77 68 за килограмм евро ну это местные типичные пулистские продукты на юге италии их производят так девчонки смотрите вот у нас значит в магазине в соседнем до док такой мы пользуемся скидочной системой но она не скидочная набор пунктов значит покупаете получаете пункты там тра ля ля у нас карта оранжевая есть этого магазина в принципе все крупные супермаркеты сейчас в италии и не только по всему миру они сейчас делают такие системы да и вот мы насобирали пунктов в сентябре 30 сентября заканчивается сбор пунктов а уже в октябре нужно до 27 октября нужно заказать то что вы там на свои пункты хотите приобрести я вот смотрю себе пофиг надо кстати это просто распечатаны черно-белые надо в интернете посмотреть я смотрю себе велосипед вернее не я у нас уже не велосипед она уже подрастает он становится и маленький и вот муж хочет ей взять велик поэтому от какой-то из этих будем рассматривать ничего еще тут я смотрела вот эту ерунду значит капучинатор тысячи пунктов короче все не знаю остальное принципе у нас все есть поэтому меня нету места где хранить ну то может быть вещи нужны сами по себе да все которые тут предлагаются но куда их ткну ну я бы взяла себе эту фондюшницу и куда я ее потом куда негде хранить на моем этаже поэтому ну так смотрю короче то что реально можно применить у нас хозяйстве это велик новый он нас всегда велик нужен мы великами пользуемся ездим много и буфик я приехала домой покажу что купила сегодня вот такой вот сыр горгонзола на спецпредложении 148 грамм 2,06 евро картошечка вот такой салат это котлетки жене в гамбургеры она возьмет с собой в школу вот два дня подряд такой перекус значит здесь 190 грамм и 1,31 евро вот такое мороженое селекс вкус со вкусом ореха тирамису строчателла и крем надо сразу мне в холодильничек определить такое молоко для розови она еще такое молоко у меня пьет пьет не всегда иногда она отказывается но иногда она после сна или перед сном хочет такого молочка вот мы даем вот этот сок здесь написано что без сахара без дополнительного добавления сахара три упаковочки я так поняла это апельсин нет это морковь микс какой-то морковь и апельсин не знаю что там еще был тоже на спешл афер помидорки черри вот такая база под пиццу женя сейчас у нас готовит она у нас теперь завелась кулинаром хочет делать пиццы и вот я и купила тесто для пиццы так это был один пакет вот такой вот ананас получился он у меня 3,84 евро весом 2 килограмма 55 грамм меренда в школу и в детский садик но женя такой не сильно любит больше розоле любит поэтому для жени я взяла все для того чтобы приготовить гамбургер два гамбургера ой порвалась здесь вот такие огромные сливы смотрите они просто огромные они очень мягкие сочные я их обожаю но они все такие большие вот это одна из самых больших которые были в пакете килограмм 290 грамм и один евро 79 центов я за него заплатила кстати цена за килограмм 1,39 меня просили говорить цену за килограмм я забываю все время вот они как выглядят ням ням очень вкусные сливы я их люблю муж не любит кстати это для розалики увидела такой вот кефир бьянка крема я не знаю что это может это кефир а может быть это сметана я подозреваю что это сметана но здесь видишь кефир бьянку в общем разберусь что такое новенькое что-то увидела я взяла попробовать это у нас чесночок точно такой же какие в гомеле продают везде это кстати тоже вместо сметаны йогурт грека сэн золото зио вот такой вот у двухпроцентный греческий йогурт я убрала до тех пор вместо сметаны пока не стали периодически сметанки заводить это у меня свекла вакуумной упаковки уже отварная свеклу сырую найти у нас здесь сложно бывает очень редко сыр филадельфия сэн золото зио зачем мне сан золото зио не спрашивайте я не страдаю ну насколько я знаю не страдаю никакой непереносимостью лактозы женщина в магазине брала сэн золото зио знакомая и мне тоже понадобилось очень сильно попробовать так вот это колбаска га ба нет то муж ее любит бутерброды на уложить и женя тоже любит бутерброды поэтому я тоже дела и для разнообразия вот такое печенье на завтрак периодически мы берем разные печенья чаще всего берем какие-нибудь там балок и девелла фирма да ну сегодня такой взяла дарья бу-ка-не-ве бу-ка-не-ве какие-то дырочки со снежком в бу-ка-не-ве так что еще покупала прошуто ням-ням покачал тоже ням-ням булочки для гамбургера молоко я беру вот такое селикс но я беру молоко всегда разное просто сегодня это было по самой выгодной цене я беру молоко домой в таких тетра паках долгого хранения и выбираю какой на аферте сегодня это и покупаю так киви я взяла два вида они вот такие они более гладкие не такие мохнатые вообще не мохнатые абсолютно не мохнатые вот это вот такие киви они внутри в разрезе такие желтовато бежево-желтого цвета и они более сладкие а вот эти по 399 за килограмм они обычные киви мохнатые зеленые киви которые везде можно купить я думаю уже желтые на везде можно купить обычные зеленые мохнатые киви они внутри в разрезе ярко-зеленые. Их любит муж. Они такие чуть-чуть сочно-кисловатые на вкус. Это незаменимая вещь для итальянской хозяйки. Вы знаете, что я часто делаю пасту с сугетто. И рис мы делаем с сугетто. В общем, все, что угодно мы готовим с сугетто. Много блюд с ней готовится. То есть, консервированные помидоры без кожуры в собственном соку. Но в данном случае они еще перетерты, помяты. Я не помню, это измельчено в пюре или это сделано такие кусочками. Но в любом случае, мне с такими удобнее, чем когда они крупные, круглые. Мне все равно нужно это мять в пюре. Поэтому я беру теперь такие в виде пюре. Польпа называется. И бумажка еще туалетную взяла. Вот. Такая туалетная бумажка Реджина. Обошлось мне это все. 52,5 евро. Это наш класс Розалейкин. Сейчас здесь проветривают. Помыли полы. А детишки пошли в игровую комнату. Вы слышите, как они там... Кто плачет, кто... Кто что. Розалей не плачет. Она в садик бежит с удовольствием. Дети слушают аудио-сказку. Я жду Розалей, пока она послушает. Сидит вместе со всеми. Тихонько-тихонько слушает. Сидит вместе со всеми. Он уже, бедняжка, весь в пыли, никто им не пользуется. Думала, может быть, так будет проще, потому что, ну, такой трафик в это время, столько машин, а там такие узкие дороги, так неудобно. В общем, такая толкучка, думаю, поеду я, может, на велике, может быть, мне будет комфортнее. Ну, что скажу, всю дорогу я катила этот велик на перевес с Розалией, тяжело, катила его за руку. Проехала буквально 5 метров, потому что столько машин, и то там, получается, бордюры, то шмандюры, и, короче, ну, никак, никак. Это еще и хуже ехать ее на велосипеде забирать, чем на машине. Нужно или идти пешком, или ехать на машине. Смотрите, что у нас. Джу-джоли. Первый раз буду есть, загадаю желание. Кто знает, что это за фрукт, пишите. Я не знаю, что это за такое, как оно на русском называется. Только что вот нам принесли первый раз. Что-то прикольное. Ой. Субтитры сделал DimaTorzok